Ну что, очередное Гамарджоба Генацвалия. Вы слышите Алексидзе Халицкашвили, который ведет Великую Грузию к доминации на планете. Ну, хоть в 6-й Циве это возможно. Никак не променьшаю, конечно, заслуги грузинского народа, но вряд ли он будет доминировать на планете Земля. Ну, собственно, как и белорусский, к которому я отношусь. Так что, все, все, я считаю, это нормально, это хорошо. Лучше вот мы спокойно будем жить в свое удовольствие, чем заниматься всякой этой доминацией. Традиционно напоминаю, что если вы попали на эту серию случайно, то лучше начните просмотр с первой серии. Ссылка есть в описании к этому видео, либо вот появлялась в верхнем правом углу. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Для всех остальных они выходят раз в день. Ну что, продолжим нашу игру. Я иду в самолетики, хочу захватить всех вокруг, просто потому что могу и хочу. Знаете, это анекдот «Хочу ли я, могу ли я, могу ли я, могу ли я». Давайте тут построим пастбище. Слушайте, я что-то забыл уже, какой у меня пантеон. А, на плантации как раз. А, на плантации. Не на пастбище, на плантации. Ну ладно. Так, тут давайте... Засуха, она уменьшает количество еды. Так что тут немножко у нас притормозилась еда. В Канде. Что нам в Канде? В Канде, я думаю, стоит аэродром сделать. Как раз отсюда на Пекин нормально будет идти. Давайте вот здесь аэродромчик. Аэродромчик. Так. Ну, поехали здесь. Рыбацкую лодку. Организуем. А Халкалаки вообще, конечно, чудесный город. Наверное, и в реальной жизни он чудесный, но в моей империи он просто восхитительный. Просто жемчужина. Вот уже венецианочка у нас тут работает. Это у нас каперы на будущее бросание ядерок. Ну, давайте доисследуем оставшийся океан. Хм. Куда это тут шведский поселенец поплыл? Так, что у нас тут прокачано? Диверсия на производстве. Вероятность поимки. Ну, давайте еще украдем денюжки. Окончательно. Ну, что, попросить у нубии прохода? Нам сколько тут до конца эпохи? Шесть ходов. Просто, видите, надо кругосветку заканчивать. Ладно, пока тогда нет. Пойду тут дальше у Мали исследовать. Так, тут я не хочу кругосветку. Вот Россию мы нашли. Где руинки? А, вот руинки. Это вот плюс одну культуру и науку сойти. Ну, такое, средненькое чудо. Ммм... Два посла. Вообще, надо бы, конечно, производственную ГГшку и Кахокио союзить. Ладно, пока. Тогда отложим это дело. Кременное поселение Буэнос-Айрес. Охрана природы. Кстати, а что хотят вообще города-государства Буэнос-Айрес? Вызвать вдохновение для охраны природы. Это, по-моему, национальный... Нет, не национальный парк. Хотя, ну, тут потрясающе престижный пригород. Ну, выполнимо. Кахокио. Военный лагерь. Нарезные стволы. Торговый путь. Нарезные стволы. Нарезные стволы. Это у нас усилитровую шахту. А, ну, у меня нету селитры вообще. Я бы уже давно это вызвал. Тоже офигительно. У меня не было лошадей. Только вот после захвата Канди появились. У меня не было... Селитры. Кстати, может, и сейчас угля... Угля. Алюминия не будет. Уголь хотя бы есть, да. А, да один всего. Вот тут что-то... У меня в кампусе компьютер. Это потому что тут тропические... Это, наверное, тропические леса использовал. Ну, это маловато ему дало, явно. Так, электричество продвинули. Опера и балет скоро. Знаменитый грузинский балет... Начнет... Выступать. Повесим городов мира. Ну, вместе с самолетами вот это... Будут прилетать, скидывать балет. Таким образом захватывать все вокруг. Да, только вопрос, конечно, в алюминии. Наличие и отсутствие алюминия. Все зависит от наличия и отсутствия алюминия. Просто ощущение, что... В этой игре мне... Ресурсы... Не нужны, по мнению игры. В этой партии, я имею в виду. Так, куда бы мне... Ну, давайте эти каперы... Сюда будем отправлять. Так. Тут рыбацкие лодки есть. Тут все обработано. Ну что, тут тоже аэродромчик. Хотя, с другой стороны, тут он нафиг нужен. Я бы, наверное, аквапарк построил. Алян у меня... Нет, не прокачано на аквакультуру. Вот в Руставе, конечно, аквакультура была бы... Я бы аквапарк вот здесь делал. Тогда театральную площадь здесь потом нормально встанет. Почему здесь? Потому что он тогда будет влиять на будущее захваченным... Так, сколько у нас вообще до кон... Я, вроде, недавно их продолжил. Ну, 14 ходов. Нормально. Это как раз... Как раз мы должны будем выйти в самолеты, построить их. Это очень неплохое... Как говорят в этих ваших интернетиках, тайминг очень неплохой. Так, тут сколько зарядов? Два. Мне еще надо этих черепах обработать. Тут вот у нас... Тоже запланирован райончик, явно. Так, я тут отложу на один ход. Хочу вырубить этот тропический лес. Этот тогда пойдет... Всякие черепахи обрабатывать. Даже не знаю. Это вот капер. Тоже сюда отправлю. Тут у нас и так вон... Каравелла плавает. Сейчас все тут откроет. Ну, захваченный. Это польский поселенец, видимо. Так, кроме... Ахалкалаки где-нибудь еще надо? Да, в Кутаисе. Тут художественный музей был, да? Амбар. Так, ну тут вот еще у меня в ромашке место. И в Каспии у меня еще место. А что нам сюда ставить вообще? Кир, ну в Каспии театральную площадь я сюда поставлю. А вот это место... Для священными оставим. Сколько нам надо жителей? Тринадцать. Ну, кстати, можно священное место. Чего уж не поставить, раз есть ромашка. Это уже все религии приняты. Кайкапы. Так, поселенца. Вселенца нам уже некуда. Давайте, наверное, какие-нибудь быстрые юниты сделаем. Ифсуров нам не надо. Давайте рыцари. Пока. То есть нам надо же будет как-то захватывать эти города. Так, и тут мы один ход ждем. Вырубку тропического леса. Отлично. Электричество ускорили. Не, ну давайте пока в радио идет. Вообще я бы потом... Идет там вообще таяние льдов? Ну, потихоньку. Давайте потом электричество. Там, наверное... Вообще нет, давайте радио. Я хочу посмотреть, сколько у меня будет алюминия. Если будет алюминия, я просто сразу в улучшенную авиацию пойду. Чего? Откладывать это дело. Так, засуха тут прекратилась, слава богу. Озеро и балет. Озеро и балет. Оперы и балет ускорили. Так, а всех ли я встретил вообще? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще двое где-то должны быть. Ну, фиг ли, у тебя же было написано один ход, ты растешь. Мудила. Так, как так-то? А, да тринадцать, все правильно, двенадцать было. Тут священное место поставим. Здесь вырубаем. Да ладно. А чего так? У нас же монументальность вроде как. А, реформа денежного обращения. Сорян, нет. Так, да ладно, давайте тут тогда. Ну, универ. Просто иначе будет уже производство пропадать. Так, у нас абсолютно одинаково, да? Количество. Тринадцать ходов и тут тринадцать, да? Да. Пожалуй, мне больше хочется китай, потому что, мне кажется, там меньше, как бы он захватывает таки. Меньше по лояльности будет, медленнее по лояльности будет отваливаться. Говорит, спотало ради лишней карточки. Делаем. Так, слушать, у меня есть где-нибудь археологи вообще? Вот, археологический музей. Давайте-ка я куплю археолога. Надо убрать вот эти штуки. Расчистить место для улучшений места. Быдгощ. Традиционная история, что я в Быдгоще ездил на шахматные турниры. Вот он. Кто не видел. Строение, время выполнения заданий. И мгновенно обосновывается в городе. Одного прокачали. Шпиона. Так. Ну, надо ангар делать. Надо, чтобы как можно больше самолетов. Правда, опять же, зависит от алюминия, конечно, количество самолетов. Так, халкалаки можно на производство чисто ставить. Медресе Санкаре. Гаурулис попал под влияние. Это от Бразилии отвалился и присоединился к хмерам. Просто сделаем игру интереснее. Если я нападу на монголы и Китай, я уверен, что у меня вообще все объявят войну после этого. Так, тут на производство. Даже можно вот так сделать. В минус тогда уходит. Ладно. Так, у меня рыбацкая лодка. У людей тут жилье должно появиться. Да, можно обратно на рост включать. Так, очень мне ахалкалаки нравятся. Не-не-не. А вот, кстати, ресурсы надо глянуть еще. С кем поторговать ресурсами. Валентия попала под влияние войны. Так, он и был испанским городом. Дополнительного шпиона можно сделать. Все-таки есть алюминий. Отлично. Сейчас еще надо будет поискать. Нет, этот не сможем. Этот не сможем. О, блин. Надо будет Гуарулес тогда захватывать сначала. Дополнительный алюминий. Ой, все они еще. Да. Ну, видите, надо будет с Китая начинать и к хмеров. Особенно Гуарулес тут в этом плане. Да, значит, отправляем. Лада Лавлейс открывает зарядные технологии компьютеры. Один район больше. Здорово. Так, сейчас мы решим, куда, в какой город его лучше. В очередь промышленную зону ставим. Блин, красота, конечно, да? Все, тут каперов достаточно. Кампус. Ну, да, что-то не хочется мне тут кампус строить. Ну, вот аэродром нужен, конечно. Блин. Ну, я не хочу эти тропические леса убирать. Ну, что, вместо... Видимо, вместо пшеницы надо. То есть, в любом случае, сначала... Ну, да. Сначала рабочего сделаем. Археолога надо будет купить еще одного. Так, в Телаве что? Тут уже районов не хватает. А какой тут район хочу? Ну, тот же аэродром, например. Давайте этого... Аду Лавлейс в Телаве тогда. Запустим. И аэродром, да? Хотя вот здесь тоже хочется центр коммерции, например, на плюс 3. Он на гавань будет влиять. Да, давайте. Ну, и тем более тут скоро вырастет до необходимых жителей. Давайте строителя и сделаем так. Вот тут центр коммерции. Подождите. Да, центр коммерции. И пора, я думаю, лян на аквакультуру. Так, где у нас Рейна сидит? Здесь. Тут гавань. Тут 5 производства будет верь вдавать, если... Ну, мне кажется, лян лучше, потому что тут вот... Тогда надо... Ну, Руставе получше станет. С аквакультурой. Так, здесь очередь, значит, рабочего. Так. Рыцарь стоит. Капер плывет. Птичка летит. Броненосец. Коптит. Ну, каперы к китайским берегам. Поведем. Тем более они сейчас в подводной лодке еще превратятся. Так, умоли, продолжаем деньги тырить. Кри, мне кажется, должен... Мне сейчас интересно, надо еще эти города у него открыть. Он должен по лояльности вообще весь стать французским. Она Франция, да? Нет, британским. Британским. Так. Так, в Вавилоне акведук я построил. И вот тут я собирался промышленную зону, я так понимаю, делать. Да. Но, опять же, для этого нужен строитель. И отмечаем тут промышленную зону. Какие у нас там великие люди? Это, конечно, Джеймс. Ой, я ж мог пропустить, кстати. Бля, я всегда забываю, когда играю против Комфа, что я могу пропускать великих людей. Блин. Надо было пропустить, и забрали бы вата. Плюс два фабрикам. Да. Ну, пошли лучше на авиация, а потом компьютеры. А потом химия. Тут все ускорено, да? Что нам здесь надо для ускорения? Два банка, два пригорода, три мушкетера. Два банка, два пригорода, три мушкетера. Но мушкетеров мы не можем, нам никто селитру не дает. Селитру только у скифов, и там чуть-чуть у... Да, ведь сказать знак, значит, она не даст. Ладно, что с ресурсами роскоши? Хлопок у Швеции. Что я могу с ней торговать? Чем? Кофе и черепахи. Черепахи у нее есть. А кофе? Кофе нету. О, я с Бразилией в войне? Точно. Я с кхмерами в войне? О, здорово! Так я гаурулюсь даже без проблем захвачу. Отлично. То есть не будет каких-то претензий левых, что я... Ну это какой-то то ли кризис... Да, кризис, видите, Вавилон. Я забыл. А, где Кристина-то? Хлопок на кофе. Она еще мне и заплатит за это. Отлично. Так, все, черепахи, по-моему, просто есть у всех. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15. Нет, не у всех. У трех мною встреченных ребят черепах нету. Блин, у кого же? У России есть черепахи? Во, у России нету. Хорошо. Хорошо, а у России вообще что-нибудь есть? Да, апельсины. Хорошо. Так, Россия еще у кого-то нету черепах. Австралия есть. Ну, без скифы, по-моему, тоже есть. А, нет. Это ведь у скифов нету. Нет, был в начале, да? Нет, это Грузия. Так. У скифов нету черепах. А есть хрюшки. Еее. Так, блин, значит, с ними черепахами кто-то торгует уже себе 23. Ладно. Тогда я не буду. Корень социальный институт СМИ. Отлично. Колониальная война Купы, колониальная война Филипп. Ну, они все где-то далеко. О, еще Инока встретил. Так, ну, мне осталось одного встретить, но хотелось бы это сделать уже в следующей эпохе. А, вот я встретил его. Ладно, вниз пойдем исследовать. Расчистила место для дворца Потала Монголия. Видел, вот сейчас слух. У меня следующим ходом он строится. Великий Белый Флот. В Швеции нравится, что у меня большой флот. Кстати, что-то Туинка 8-2-2-2-2-1, не какой-то портала Палас. Отлично. Он дает дополнительную дипломатическую ячейку, да? Да, и одну очку дипломатической победы, но это такое. Зона, Кампус. А куда у меня бегают вообще караваны? Можно, кстати, и торговую. Раз, два, три, пять, шесть, семь. То есть будет плюс семь науки, плюс семь культ... Ну, вообще, это уже маловато. Это уже маловато. Довольство? Можно соседство от Гавани, но я, по-моему, не открыл, да? Хорошо, тут, может, шпионов лучше тогда? А, я вообще, во-первых, хотел первого посла и отправить в Кахокию и Буэнос-Айрес. Так, потом поменяем. Тбилиси-строитель, который разбирает... Так, тут один ход ждем. В Телаве тоже один ход ждем. Убираем тропические леса. В Каспи че? Так, в Каспи надо тоже разобрать... Театральную площадь вот сюда поставить. То есть разобрать камень. Ну, давайте тоже сделаем строителя-шпиона. Так, Вавилон, Кутаиси. В Кутаиси строилось святилище. Кантервещание. Так, доделываем черепах. И тут уже, собственно, нечего обрабатывать. Поэтому пошли в Руставе делать улучшение аквакультурой. Отлично. Еще один шпион третьего уровня сейчас будет. Так. В Тбилиси покупаем археолога. Канди возьмем. Блин, там... Я смотрю, ко мне от Маури несколько бегает, да? Правда, я их нифига не получаю. Вот от Монгола получаю. Канди и Вавилоне от Маури нифига. Блин, смотрите. Полностью свернул все клетки, кроме одной, где, собственно, видно, что это за город. Прикол. Блин, тут такие заливы в России. Так, ну что, это море полностью исследовано, да? Отправляем броненосец на починку. И в дальнейшем для атаки... Кстати, с моря можно полностью шумера еще захватить. Но шумер вообще никакой. У него вот эти 113 только за счет его уникальных улучшений. Вот этих. Если я его захвачу, они все исчезнут. Ну и смысл тогда. А вот Китай с Монголом мне намного больше дадут. Скорее, не теологии. Нормально, я же... Хотя, да, я религию не смогу основать, поэтому теологию я бы никак не мог ускорить. Так, и тут все строительство на один ход отложено у меня в тыла в Тбилиси. Отличненько. 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 Посольство... Нет, это же будет... Хотя, вот, хорошо, что он только два каравана Монгола отправит. Направит, что способность Монгола за каждый торговый путь иметь против меня плюс три к силе, по-моему. Ну, я сейчас буду Гаурулиус атаковать. Ну и мне, кстати, наверное, после этой улучшенной авиации стоило бы рыцарей, то есть кирасиров бы открыть для начала. Чтобы более сильно, потому что, ну, рыцарями атаковать. А где кирасиры? А вот они. Так, в своей территории два форта. Это нет. Ну, еще плюс пушки, кстати, апну. Потом уже электричество, потом и химия. Так. Ну, надо не забывать, что я могу пропустить, но в данном случае, по-моему, дает один уровень и 50% боевого опыта военно-морском. Нормальный вполне. Плотоводец. Нормальный. Кстати, эти семь ходов и восемь, я, наверное, смогу его выкупить. Или вообще провести в коммерческом районе. Ладно, сейчас подумаем. Так, тут убираем пченицу. И ставим сюда аэродром. Тут убираем тропический лес, ставим центр коммерции. Знаете, а где у меня еще есть центры коммерции? Мне же надо банк организовать. Тут уже мой возьмем, потому что у меня от канди-1 есть. Так, наконец-то алюминий пошел. Это три входа будет, да? О, слушайте, а оливки у меня вообще имеются среди ресурсов? Одни имеются? Не, ну а что я вот эти не выкупил до сих пор? Мне эти оливки нужны. Северный ледовитый. Не часто в игре северный ледовитый находится реально на севере. Поэтому тут он очень правильно расположен. О! Нашли на ком каперы попрокачивать. Так, тут ту фигню выкопает этот. Ну да, все равно туда отправляем, вот сюда. Один уровень и 50% боевого опыта военно-морского. Может этот прокачать? Броненосец сейчас приедет? Да, давайте. Подождем броненосец. Тут собрали, где-то тут еще были, по-моему. Давайте поищем. Нет, не историческое, племенное поселение ищем. Ой, случайно сделал скриншот. О, нет, это далеко. Тогда возвращаем нашего скаута на родину. Проапгрейдим его. О, еще Энтон Нарилу у нас тут имеется. Так, надо тогда мне что-то открыть. Еще на послов. Давайте морскую традицию. Я поставлю карточку на соседство гавани. Это производство все-таки даст. Ну и там и посол к тому же. Имеется дополнительный. Боже, бедный... Бедный Маори, где ему приходится селиться. Уничтожить аванпост. Это нет. Кори нанотехнологии. Урбанизация. Так, что у нас тут строится? На производство стоит. На производство. Ну и все пока. Так, когда там против меня кризис закончится, что он мне даст? Торговые пути между целью и городами-государствами плюс 2 золота вход и 211 мирового влияния. Кхмер не просто не выполнит задачу. Он еще и города будет терять сейчас. Так, все, можно кругосветку выполнять. И находить последнего участника партии. Да, давайте тут поставим вместо строителей. Я уже не буду... Хотя он там один достраивается. Ладно, уберу я уже эту. Да, плюс 1. А, и первый посол надо тоже сейчас использовать. Так, значит, там-то на Нариву. Все остальные... Да, нормально. Теперь, значит, плюс 2 влияния ставим. И бонус соседства гавани куда? Ну, сюда вместо строителей, да. Морских юнитов убираем. И поставлю, наверное, на кавалерийские. Надо... Что-то древнего мира и античности, блин. Мне надо монархию открыть. Там была карточка. Ну, тогда пока с одержанием. И пошли в монархию. Через мистицизм тебя... Просто тут-ка... А, слушайте, а следующее где? Промышленная рывка. Подождите, там где-то еще должна... По-моему, в фашизме следующее аж. Нет. А, вот. В идеологии. Ну, тоже далеко. Не, ладно, я в урбанизацию пойду. Потому что, ну, что мне... Я без карточки нормально, мне кажется. Построить несколько. Так, что брать? Здесь живут драконы, точно не надо. Либо пульс паровой машины. А может, к оружию взять? Плюс 15%. Ну, а если я беру пульс паровой машины, у меня начинает кампуса давать производство. То есть, например, в Талаве кампус 6 производства будет давать. А это, извините меня, 10% для всего вообще. А не только 15% для строительства. Здесь кампус будет 10 производства давать в Каспи. Это, блин... Не, давайте пульс паровой машины. Мне кажется, это более выгодно. Выгодно. 10 производства кампуса. В итоге в городе 108. Плюс 20% от модификаторов, это от Рурской долины, вот это. Так, значит, здесь у нас... Вот эта фигня вырубается. И ставим промышленную зону. Так, куда нам шпиона этого отправить? Может, еще у Мали поворовать? Где города Мали-то? Так, ну в няне у нас сидит, и там у нас 648 скоро будет. В комбисалехе 444. 216. 184. Давайте в комбисале. Вот, видите, вот тут написано, сколько он может украсть, если начнет... О, реально я наворовал шедевров, чтобы сразу тематический бонус получить? Отлично. То есть, все артефакты разных цивилизаций, но одной эпохи. Видите, артефакт античности, античности, античности. Я получаю тематический бонус. Кстати, что тут с победой культурой? Ну, нет. 65 это у кого больше всего, видимо, у меня? Да. А мне надо 0 и 47. Опять тут обрабатывать. Ну, тут вообще есть куда Маури было еще селиться? А он как-то очень дебильно расселился. Ну, компьютер, что с него взять, блин? Может, в эту сторону корабли держать? Я боюсь, что... Надо перебросить клеточки. А, тут все есть клетки. И так, ладно. Тогда делаем аквакультуру. И в Ньяне опять воруем деньги. Эфект столицы, конечно, вообще несчастная просто. Просто ужас. Зачем Россия все свои юниты... Может, она хочет их затопить? Типа уже устаревшие, нафиг надо. Так, начинаем общую плюс 2 вход. Начинаем самолеты строить. 4 хода. Тут 5 ходов. И сколько у нас осталось до союза конца? 9. Ну, вот примерно, собственно, как раз будем готовы начать. Я хочу посмотреть, где у меня еще есть центры коммерции. Потому что мне 2 банка надо. Так, как это... Здесь, по-моему. Да. Центр коммерции в Телаве есть. Ну, это только что построены, в общем-то. И все. А на самом деле... А вот еще центр коммерции в Вавилоне. А на самом деле мне надо и в Канде центр коммерции, и в Каспии. Помало не надо. Так, ладно. Что-то в Телаве. Рынок. Красота. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут. Китаец везде настроил. Хочу сейчас вылечить, а потом уже... А, хотя, с другой стороны, смысл... Да, смысл. Да и просто уровень, и он лечится. Э. Он закончил ходы. Блин, это же раньше было в ванильной версии, что, типа, если поставил на лечение, то все, у тебя закончились ходы. Ну, вроде же, это исправили. Нет? А, надо эту каравеллу сюда возвращать и... Да, давай. Посольство. Почему нет? И вот я тут хотел увидеть, отваливаются лигр... А, смотрите, а тут уже отваливаются в пользу... Кри. Не может удержать. Микки Сифвацик почему-то. Так, создание строителей, чудес, не буду только ничего менять, да? Не буду. На энергии, каша, уголь уже расходуется. Так, тут я, пожалуй, Рейну... Улучшу. Сколько у меня сейчас гавани? Эра гавань должна давать... О, 15. 15 производства вот тут. В Кутаиси дает верфь. Нормально, да? У меня сейчас Кутаиси офигительно промышленный еще город стал. Кутаиси, центр вещания готов. Ну, у меня нечего строить. Статую свободы построить. Получает максимальную лояльность в пределах. Ну, я не хочу тут никакие клетки рушить. Что, давайте статую свободы. Просто когда я захвачу вот тут... Тот же монгольский город. Ага. И мне негде. Хотел сказать, что у меня появится место под космопорт. А тут холмы везде, блин. Ладно, что-нибудь придумаю. Какую-нибудь вот пшеницу уберем, например. Наблюдаем за китайцами в их естественной среде обитания. Так, апгрейдим. Тут у него приедение делается на производстве. Уровень побега. Почему-то все на родную территорию. Ладно, квартирмейстер действительно его оставлю здесь тогда. Так. Морских юнитов. Пиу. Коник. Без ноги сейчас будет там бегать. Капер отрезал ногу. Офига себе тут варваров развелось. Бедный Маори, я так понимаю, не смог с варварами справиться. Поэтому и проиграно. Всему-то было где расселяться, на самом деле. Там куча территории. Так, аквариум, да? Панамский канал можно построить. Ну, нафиг надо. Нафиг. 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 У нас театралочка еще будет. Два хода до театралочки. И поставлю тут театральную площадь. Ну, вот смотрите. У меня 226, 161. И реально Монголия из Китая. Только у меня ближайшие соседи, которых я планирую выносить. Вперед ногами. Глубит шпион из империи Маори. Ах ты, тварь. Хотел меня губернатора убить. Чудом Пингава спасся. Чудом. Так, возьмем Канди. Видите, у Маори тут уже тоже броненосцы вовсю. Постоянное посольство Монголии. Они, наверное, уже понимают, что им грозит грузинская опасность. Но опять же, повторю, начну я с Гуарульюса. Ой, тут подъехал чувак на кирасирах. Кстати, он может сейчас атаковать мне рыцаря. Но он не убьет его, правда. Нифига не атакует почему-то. Отрыгаться побережье возьмем. Так. Что я хочу? Ну, Буэнос-Айрес, я думаю. Это точно. Деньги? Ну, деньги и так нормально у меня. Поэтому давайте лучше с Антону Нариву. Каб-культурка. Побольше. Так, найти источники. И этого. Куда? Давайте. Контр-разведку в промышленной зоне. Так, 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 так. Крабики не обработаны. Но я лучше тут вот Вавилон пока. Тем более, надо держать рядышком алюминий сразу. Блин, забрал все-таки. Он проект какой-то сделал. Монгол. Видите? Ну, это тоже хорошее. На чудеса. Правда, у меня чудес нигде нету. Я сейчас не строю, в смысле. Ну, строю хорошо. Статуя Свобода. Но мне эта Статуя Свободы... Ну, не достанется она. То есть я не хотел бы на нее тратить... ...великого человека. Так, есть ли тут еще юниты, которые хотят, чтобы их убили? Такие варвары-суицидники. Еще одна цивилизация не встречена. Интересно, где она и кто это? Пойдем глянем. Во. Инк знает неизвестного игрока. И Мали, наверное, должен знать. По-моему, я единственный, кто вообще всех встретит. Похоже на то, во всяком случае. В Каспии. Ну, блин, имея... Хотят, что-то накапливается. Стоит ли художественную... Ладно, поставлю художественный музей. Универ. Кто с промышленной зоной? Плюс четыре. Вау. Ну, ставим. Хорошие. Так, подождите, а тут у нас случайно верфь. А, все построено, да. Так, в ВАХЛ Калаки мастерская. Так, ну тут мы все откроем. Я думаю, просто держать здесь флот. На случай, если какой-нибудь шумер поплывет со мной воевать. Мушкетеры Монголии заслужили воинственные ключи... Он Кабул никак не может забрать до сих... О, все-таки он проатаковал. Как Аноид. Так, ладно, тогда... Ставим снижение стоимости ресурсов на апгрейд юнитов. А, ПМП пиросиры. Эти, к сожалению, никак без селитры. Этих в пушечке. Так, а где-то у меня еще были арбалет... Ну, один там арбалет гуляет. Неужели больше нету? У меня еще осадная башня, господи. Че, она тоже няпается пока. Поэтому уже можно в лекаря ее... Так, где у нас... Стрельцы и пикинеры можно сделать. Капер, капер, капер. Копейщик еще тут. Хотя можно уже плыть тоже, нафиг ему тут тусить. Да, всего лишь один арбалетчик остался еще. Которого я не апну. Ладно, так. Тут давайте всадников. Если хотите сказать, я даже не открыл... Летучую армию, да? Здорово. А появились оливки лишние. Ну, вот, например, с Алейнорой на серебро. Отлично. Так, с кем бы торговать? Уже как-то не хочется к Монголу и Китаю отправлять. Через шесть ходов у нас закончится с ними всякие отношения. А Шумер она ко мне плохо относится, да? И Маури плохо. А до Швеции явно не дотянется, да? Что, надо внутренние пути, видимо. И у нас доступны пути. Ну, вот, Амала ты лаве. Рустави ты лаве. А, давайте из Рустави. Так, Рустави я сразу в очередь в театральную площадь поставлю. Просто, чтобы не забыть. Блин, а что мне атаковать? Диао Дум только, если броненосцем. Так, открыл карту, открыл. Сюда поплывем. Ух ты, такое раздолье тут для обстрела. Ну, а ну-ка отваливается. А это что за... Ну, это Сауса тоже отвалился, я так понимаю, по лояльности. Так, мне тут чуть-чуть до кругосветки. Сейчас у меня арбалет еще поплывет в эту сторону. Каспий художественный музей. Ну, давайте, давайте, давайте. У меня лучше кирасиров. Кивсуров, садники. Ну, садники, конечно, они тяпнутся, но... Но не скоро. Так, мастерская, потом банк. Урбанизация открыта. Пригород можно строить. СМИ пойдем. СМИ, потом идеология. Две пылевых пушки, кстати, надо. Давайте в тылове пылевую пушку тогда, потом. Просто одна есть. Ну, я не знаю, что тут уже обрабатывать. Сюда, вам мало поехали. Альгамбру. Кстати, мог бы тоже Альгамбру построить. Тоже дополнительное, все-таки, по-моему, военного курса. Если не изменяет память. Ваш народ достоин восхищения. Конечно, несомненно. Так, чеченица. Подводная лодка, гидроэлектростанция. Ну, вот, можно гидроэлектростанции построить в тех местах, где у меня... Ну, у меня только, по-моему, одна, да? Дамба. Больше дамб нигде нету. Давайте в Кутаиси. А, нет, это в Каспи у нас дамба. Через гидроэлектростанцию ставим. Вот холм. Вырубаем лес тогда. Тагадымская лошадка тоже готова. Так, тут холм. Е-е-е-е. Первый самолет в мире. Так, блин, мне надо как-то... город увидеть. Ну, это, значит, следующим ходом... Я, наверное, стрельцов и пикинёров подведу. Тогда мочим. Из Рустави мы отправляем в Телаве. Сейчас ещё и Рустави, кстати, на рост поставить надо. Давным-давно. Так, тут стоим... В засаде. Какой-нибудь сюда... Куда ты высадился? Ну, что у них за проблема... С нормальным нахождением пути по морю? Почему он обратно высаживает... На побережье? Зачем? Блин, смотрите, где Маури город поставил. То есть, он проигнорировал вот эти все острова. То, что тут варвары были, да? И аж вон куда приплыл ставить город. Дурачок. Ну, пока... С... С самолётами закончим, потому что... Слишком... Пригород. Ну, давайте тут поставим. Слишком мало у меня алюминия. Чтобы их... Про запас. Ммм... Ладно, подплыву немножко ближе. Нет. Никаких посольств. Иди ты нафиг. Войнное наступление на Кабул опять. Хе-хе-хе-хе. Боже. Кри... Ваши... Города слишком близки, ваши войска слишком сильны? Кривид, я помню, есть другие проблемы, кроме меня. Реально, он... Самый дальний вообще, наверное, практически из всех. Но эффект массового медиа не имеет вероятность, что сохраняется. Наверное, не буду ничего менять. А тут можно поставить, например... Я же обогреть уже ничего не буду. На данный момент. Поэтому давайте... В ближнего боя промышленные эры. Включительно. Там пушка строится. Так. Подходим. Блин, убьют меня этих стрельцов и пикинеров. Давайте, наверное, пушку убью. Самое опасное здесь. Ну... Три очка к эпохе. Давайте эту лошадь тут держать. Это уже на Китай. Так. И этот самолетик, он, наверное, не долетает никуда. Поэтому просто в аэропорт и вон. Давайте Магнуса уже прокачивать на влияние. Не, давайте здесь. Ух... 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 Прибегаем глянем. В столках мира там. Припрятана. Потном кулачке. мною что зажата кулачки еще убьют не этого ночи не убьют он не убиваем и просто в город могут отправить ближайший этого давать даже на крабов откроем ну что где кругосветка первых далее сми бомбардировщик есть кругосветная первая в мире еще первый в мире его сделал осталось последнюю цивилизацию найти где она может быть тут вопрос либо здесь либо то есть либо тут либо тут конечно и кто это может быть интересно наверное где-то в слухах вы уже видели кто но я это дело пропустил я может начинать уже бомбардировщик строить то есть я сейчас захвачу гаурулис обработает тут алюминий давайте наверное чё откладывать интересно ну город стреляет силой пушки тебя им вообще железо зачем россии железо и ура тассе может солнце кей статуя свободы красивый первый в мире город у которого класс уже практически в золотом веке не блин давайте договоримся может что что ты хочешь за шпиона 41 вход так я понял ты жадобина что я могу тебе предложить к сожалению только мировое влияние 30 например хорошо если эти 100 мирового влияние дам о так 60 норм 40 ага тут уже 56 я согласен ночью лишнего шпиона строить зачем то можно договориться так ну это прокачивать третьего уровня шпион вообще-то даже так скажем выжженная земля ускорили благодаря двум пушкам так но надо юниты сначала эти убивать хотя с другой стороны сейчас сниму оба на так а вторым бомбардировщиком пушку теперь но он кстати город нормально защищает вот тут столица прям сразу рядом мне кажется она падет есть мне такое предположение она тут останемся два раза выстрелит но хотя бы мы разграбим ферму давите не дал он давайте у монгола последний этот найдем наверно обосновывается время выполнения заданий подождите я в сетевой игре недавно играл построил статую свободы и она не дала мне двух поселенцев ну ни хрена они мне нужны куда мне их селить вообще может сюда тогда поплывем там где не смог маури смогут грузины вот это чьи границы это австралия пушку сделали три мушкетера я никак не сделаю что-то еще можно ускорить два района пригорода а ну все банки я уже тоже можно не строить так давайте пригород там уже конечно сверху потрясающе престижный но что-то как-то жалко производство терять ты лави так тут у нас пригород все в производстве но не знаю я лучше я лучше амбар построить здесь и и морской порт кстати тоже жилье дает так канди пригород построен давайте плюс 3 да сколько их ходов до конца эпохи а я уже в золотом веке конечно грузины доминируют я наверное дальше на манаус пойду как раз с грузией из давите не убил сейчас разгонут кстати следующим хода он вполне может убить может все таки отступить что я разграблю только половина и поинтов восстановится и наводнение но благодаря дамби все предотвращено не меняю ничего ну чё пора пора гаурулис захватывать вряд ли он его может следующим ходом обратно отбить так сразу алюминий обработаем что по лояльности как сильно минус водки могут даже просто губернатора туда посажу и он уже отваливаться не будет из-за мало давайте перекинем эти сразу плюс 0 отключимся этот город сохраняем сразу монумент ремонтируем амбар водяную мельницу так тут самолетик уровень против наземных давать пво угольная электростанция морской порт мастерская фабрика тут амфитеатр каспе гидроэлектростанция сделана центр вещания он вообще никак не может расти да тут надо пригород ставить давайте я пригород поставлю сюда сначала я понимаю что тут есть жилье но в пригороде мы сможем потом продуктовый магазин сделать который плюс к жилью плюс к еде сразу тырин е последняя от рюкхова на в игре но это последняя цивилизация да мы вышли в золотой век первой страной которая постричала все другие народы кстати что в индонезии если что-нибудь на торговлю нету сплошные черепахи у всех ну собственно тогда на этом радостном моменте захвата гаурулиуса кругосветки и нахождение всех цивилизаций я закончу эту серию как всегда спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества а для всех остальных оно появится завтра спасибо что смотрите и играйте в умные спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока что что и и и и и и и Продолжение следует...